И записываю еще небольшое видео дополнение по настройке рекламной кампании. То есть мы с вами в предыдущих уроках настроили на примере выполнения заказа рекламную кампанию. Да, вот я сейчас еще раз жму продолжить. Создаю новую. То есть в ТикТоке сразу скажу, если вы что-то в рекламной кампании уже сделали, то заново ее изменить уже не получится. Вам проще ее удалить и создать новую. Либо создать новую, а то удалить. И здесь, где мы с вами создавали, мы с вами делали такую стратегию кликов. Сейчас я вам покажу. Вот здесь назначение ставок. Как самая низкая стоимость клика. То есть эта стратегия дает максимальное количество кликов за быстрое, за короткое время. То есть человек там пополнил, например, рекламный бюджет на 2000, и они у него очень быстро могут открутиться. Это, с одной стороны, для теста хорошо, с другой стороны, может быть не так эффективно. Поэтому, когда будете настраивать еще рекламные кампании, ставьте одну, например, рекламную кампанию, ставьте ограничение от самой низкой стоимости кликов, чтобы протестировать. А другую, которую уже сделаете с другим креативом, например, на другую целевую аудиторию, то здесь можете поставить ограничение ставки, например, там рубль два поставить. Понятное дело, что не факт, что откручиваться, еще раз повторюсь, будет. Но эту ставку потом уже в ходе рекламной кампании можно изменить будет, сделать побольше. А так, в целом, самая низкая стоимость – это тоже неплохая стратегия, которая позволяет получить максимальный результат в самый кратчайший срок. Но бюджет она откручивает более быстрее, чем, например, с ограничением ставки в 2 рубля. То есть, он будет охват при такой ситуации, то есть, вот этот охват, который он нам прогнозирует, он будет меньше и откручиваться будет бюджет гораздо дольше. Вот это вот не такое небольшое техническое больше дополнение по настройке рекламных кампаний. Поэтому используйте в первом случае, если настраиваете, например, самую низкую стоимость клика, делаете на одно рекламное объявление в ту же рекламную кампанию, а второе объявление, когда создаете с новым креативом, ставьте, например, ограничение ставки в рубль 2. Для того, чтобы посмотреть, как будет работать в дальнейшем. И также, это потом можно сказать заказчику, что если вдруг объявление перестает откручиваться, то просто, чтобы он поднял ставку, либо вы сами можете это сделать, если ему это нужно. Но вот это самое оптимальное для того, чтобы быстро и сразу запустить.